водохранилище которым можно сейчас увидеть самые разнообразные яхты различные суда вот здесь на берегу канала берегу клязьминского захранилища находятся древние села и хлебникова и осташково и жестово и троицкая вот 19 веке это была троицкая волость сейчас мытищинский район в этих селах начинается производство расписных лакированных изделий из папье маши делают самые разнообразные изделия и портсигары и табакерки и различные шкатулки а первый такой центр возник как раз в федоскино в конце 18 века купец коробов привез из германии секрет производства изделий из папье маши и росписи пани роспись по лакированной поверхности относится к очень редкому искусству художественные лаки которые к нам пришло из китая при производстве таких изделий из папье маши добиваются абсолютно ровной гладкой поверхности то есть поверхность грунтуют шлифуют покрывают несколькими слоями лака а потом по лакированной поверхности расписывают ну вот тот мост о котором я вам говорила я дух арочный мост с правой стороны сама усадьба марфина а как и а а а а а Есть слова Александра Сергеевича Пустина, который в свое время сказал, «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, и уважать он их есть в последнем молодежи». И очень отрадно, что сейчас подмосковные усадьбы и наша усадьба, в частности, пользуются таким вниманием не только москвичей, но и даже зарубежных гостей, зарубежных туристов. История усадьбы Махина в своем форме уходит в глубокие времена, а именно в начало XV века. За время своего существования она претерпела три названия. Первым названием было «Щиблина» в начале XV века по прозвищу митропольчего чиновника «Щибра». Затем, в XVII веке, во времена забывания Алексея Бориса Алексеевича Пустина, Богородица, и сразу же практически махнули. Почему такие названия? Богородица была названием «Щибра Богородица» и была построена в 1701-1700 годах Владимиру Ивановичу Миландюру по предказу Бориса Алексеевича Пустина. Итак, Богородица. И практически сразу сейчас обретает название Марфина по имени младшей дочери Бориса Алексеевича Пустина Марфина. В истории усадьбы существует много красивых издевок. Но существует также множество разночтений, которые были в истории государства российского, как и мировой песни. И вот первое разночтение относительно названия усадьбы Марфина. Одна версия, когда подобная, уже озвучена, а вторая версия якобы усадьба брела название благодаря одной из демонстриевских сестер Марфина. В действительности, скорее всего, именно по имени дочери Бориса Алексеевича Горицына и надевана имени. Здесь был дворец деревянный, двухэтажный. А по обеим сторонам, вот сейчас закрытые, к сожалению, деревья, но позже мы подойдем, вы увидите, тоже деревянные фрегеля для многочисленных присутствий. Значит, в этом дворце Борис Алексеевич Горицын бывал по преимуществу в то время, когда того требовала его, не скажем, профессиональная деятельность. Поскольку был он человеком весьма приближенным, потому что под его началом был казанский приказ. И здесь он бывал, потому что тогда, когда необходимо было решить какие-то вопросы государственного значения, в том числе здесь очень благоприятная природа. Сама вот атмосфера была достаточно благоприятной со всех сторон и с лесной, с северной части, лесным массивом была усадьба окружена. Тишь, прохлада, в лесах огромное количество деревян. Дети отправились в этом дворце, тогда еще деревянном, концерты, целые охоты и так далее. То есть все благоприятствовало отдыху и течению дел в том русском, каком было необходимо самому хозяину. Чтобы меня не услышали, поэтому, вы сейчас обратите внимание, пожалуйста, на вот эту бететку. Бететка это называется полуратунда. Полуратунда. Это середина 17 века. И в то же время пришел Пекловых. Мне прошу прощения. А давайте сюда же, мы меня заняты. Пока мы остановимся на работе. А не остановимся на работе, пока мы там... Ну почему, на пару минут? Нет, они не приостановят, даже не мы думаем. Давайте подойдем посмотрим. Я уверена, да. Начали. Посмотрим, а потом... Дайте посмотрим. Давайте, наверное. Посмотреть можно не приостановить. Да, значит, это во времена Слопеков. И еще. Одна очень такая легенда печальная связана с пребыванием здесь в Пекловых. По ту сторону, вот куда вы подъезжали, там был дом отдыха Маслина. Мы расположим он на территории пейзажного парка. Здесь у нас регуляторный парк, а там был пейзажный. Там была роща, совершенно необыкновенная. Вот из этих прудов грунт вынимали, обустраивали побережье, речки Уща, берег. Там были гроти, там были радужные петельки. Там была красота необыкновенная. Вот в этой двойной рощи зависовалась на косах совершенно необыкновенной красоту девушка. По имени Таяц, необыкновенная, как и было. Демонат, в своей практике священник из церкви, зимней церкви Пекрая Павла, воспользовался ее невинностью, и она не выдержав позора, повесилась на своих косах вот в этой рощи. Наверное, в истории каждой рюкзаги есть какие-то такие факты, которые несколько печальны. А вот это что за башня? Вот это башня. Мы с вами идем, я вас сейчас пересняю. Петру Ивановичу Конститулову Васильеву. Это внук Петра Конститулову Васильеву. Надо сказать, что имени Таяц приходит у него в упадок. Почему? Потому что занят он был при дворе в Петербурге, здесь бывал очень редко наезды, ничем не обозначены. Усадьба приходит в упадок, и единственное, что здесь было при нем, это он создал гусарский полк, который впоследствии был назван Московским гусарским полком. Ну и, наверное, вот и все. Был сугубо военным человеком, весь в дедушку. А вот после него имение переходит к Анне Ивановне Салпяковой в замужестве Орловой. Приходит оно к ней разоренным. Почему? Потому что во время... В 1812 году здесь, через усадьбу, проходили французы. Проходили французы, найдя в парке убитого офицера, они приходят в ярость и придают огнем всю усадьбу. Остались после их присутствия здесь дома царей, беседки Миловида и полуратунда. В Зимней церкви Петра и Павла священник выкладывает кладку дополнительную, образовавшуюся нишу, всю самую цену в церковную окласть складывает. Вот еще осталась церковная округа. Анна Ивановна Орлова со своим мужем, известным литератором, переезжает на постоянное жительство в Париж. Но отдает приказ управляющему о том, что здесь были начаты работы восстановительные. Этому не суждено было случиться. Почему? Потому что, во-первых, эти работы требовали личного присутствия, а они уехали в Париж на постоянное жительство. А во-вторых, во-вторых, требовалось огромное количество денег. Денег тоже не было, поскольку жизнь в Париж засрекалась через 30 лет, потому что они, собственно, нужны, которые с вами были в Париж. В ближайшем летом Анна Ивановна вынуждена была продать все имени целому хлопу Владимиру Гребовичу Орлову. Вы увидите в музее, я несколько позже вас не кто-то разведу. Она была образованная, воспитанная, как-то поположна была в порядке с новым временем. Она решила обустроить Мартина по своим искусствам. И для сына, который, литер-митрич Париж, который делает десантную карьеру, для того, чтобы обустроить эту усадь, она приглашает совершенно замечательного, знаменитого, очень по тем временам, архитектора, ученика, жилья РДИ, Михаила Дарнибольдовича Бутылского, организатора, основателя и первого председателя Московского архитационного общества, который трудился над дворцовым парковным ансамблем Мартина в течение почти 15 лет. Даже после смерти он в 1141 году был одновремен на память. Переход и ходили родные памятники. Представили в городе Судоковске Бутылского, у кого-то объединить все разновременные постройки, единое целое, и передать усадьбе ярко романтическую картию. Въезд в усадьбу был замолистый дом. За стороны Красного монстра, с которым Михаил Дарнибольдович Бутылковский, тоже, только в усадьбе, перед полом. Дальше. Вы сейчас прошли год с годом арки. Это арка, которая тоже присутствовала в память, в 25-летие, в 25-летие победы над французами построена. И носила на нас в память арка спасителя. Почему спасителя? Потому что вот с той стороны была икона спасителя. Вот эта башня была в Афоне. Это сторожевая башня. Когда оттуда, по стороне Москвы, приближались солейцы, мягчатые гостями, здесь сторожа, завидев тета, предупреждали хозяев, что гости на пороге готовы. Такая же сторожевая башня была в той части. Там же был шатер. На территории современного теннисного кольта был зеленый театр. Кстати, у нас есть футбол. Здесь любители бывают. Ничего не просто. В отеле будет, что видим. Вот ведь, может быть, он брал длинный землянников своего. Сюда, в нашу усадьбу. Свидетельств там нет, но, как положить там, это очень интересно.